Тема моего доклада – это травматическое субарахноидальное кровоизлияние, клиника, диагностика и лечение. Клиника. Для этого заболевания характерно сочетание общемозговой, менингальной и тяговой неврологической симптоматики. То есть помимо нарушения сознания у больного могут отмечаться интенсивные головные боли, которые часто дополняются головокружениями, тошнотой, рвотой. Могут проявляться психопатологические симптомы в виде психомоторного возбуждения, дезориентирования в пространстве и спутанность сознания. Также выделяется менингиальный синдром – это светобоязнь, болезненное ограничение движений глазных яблок, ригидность заделочных мышц и другие. При локализованных субарахноидальных кровоизлияниях очаговая неврологическая симптоматика может проявляться легкой недостаточностью 7-го и 12-го черепно-мозговых нервов по центральному типу. Также может быть заметна мягкая пирамидная симптоматика. В течение также часто может сопровождаться вегетативными различными нарушениями, которые будут проявляться в виде изменений периферической и центральной гемодинамики. Также возможны нарушения терморегуляции и различные другие. В помощь врачу при постановке этого диагноза приходят КТ-МРТ. КТ-МРТ одни из самых информативных методов для постановки этого диагноза и, получается, самые мало неинозимные. Раньше использовали для уточнения, когда не у всех были в центрах КТ-МРТ, использовали лимбальную пункцию. Также помогает ультразвуковая диагностика и ангиография. Лечение, когда у пациента нарастает гидроцефалия, назначают диуретики, противосудорожные препараты, противорвотные, ну это для угнетения симптоматики. Седативные препараты назначают для психомоторного возбуждения. И при обнаружении разрыва аневризмы врач может вплоть до проведения хирургического лечения. Спасибо за внимание.